Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада снова встретиться с вами на моем канале. Сегодня у нас парфюмерное видео, но необычное. В нем мы будем разбирать парфюмерию с Valberis, супер бюджетную, по 200, 300, 400 рублей. Я нашла интересный магазин на Valberis, у которого немыслимое количество заказов и положительных отзывов на такую бюджетную парфюмерию. Я без вас и еще ничего не слушала, только сняла слюду с каждой коробки. Каждая коробка была полностью в слюде, в хорошей, все было красиво запечатано, но я, чтобы не тратить время на глупости, чтобы не шуршать перед вами этими пленочками, все предварительно сняла. У нас сегодня 6 ароматов, я совершенно разные их выбрала. Вообще в этом магазине широчайший ассортимент. Я вам ссылку на магазин оставлю в описании и ссылочки на каждый из этих парфюмов. Там, конечно, выбирай, завыбирайся. Я не знаю, какое будет качество, я не знаю, какие будут ароматы. Я особо как бы сильно, конечно, не жду какого-то чуда. Если это будет хорошо, я буду говорить, что это хорошо. Если это будет откровенно плохо, то вы, конечно же, увидите по моим эмоциям и по моим отзывам это. Итак, давайте приступать к сегодняшнему обзору. Ссылки ловите в описании и на магазин, и на парфюмы. Не забывайте оценивать это видео лайком либо дизлайком, писать любые комментарии. И давайте приступать. Всем приятного просмотра. Ну и начнем мы, собственно, с того парфюма, который у меня находится в руках. Угадайте, на что это, ну, как бы реплика, да, чем вдохновлялись создатели этого парфюма, конечно же. Лос Черри, да, назвали Леди Черри. Здесь, в принципе, как у Том Форд Лос Черри, да, похожий рисунок в таком же цвете. Здесь, здесь тоже вот эта полосочка, здесь вот этот вот логотип в белом квадрате. В общем, чтобы мы поняли, на что, на что как бы ссылались, да, парфюмы, чем они вдохновлялись. Итак, вот такой у нас флакончик. Напоминаю, что все было в слюде, флаконы все чистые, все красивые. Крышка здесь вот такая рифленая, беленькая. Слушайте, симпатичный флакон для такой цены, я бы даже сказала, очень хороший. Интересно, откручивается? Нет, не откручивается. То есть пульверизатор здесь запаян, он золотого цвета. Ну и давайте, собственно, вдыхать. Можно от блутера, можно в крышку. Ой, это Том Форд Лос Черри. Не дать, не взять. Я в шоке. Стоит 475 рублей. Здесь большое количество миллилитров. Сейчас мы с вами узнаем, сколько? 100. Здесь 100 миллилитров Том Форд Лос Черри. Реально пахнет классно, пахнет один в один. Ни запаха спирта, ни запаха какого-то ацетона или еще чего-либо. Боже, неужели? Слушайте, вас никто даже не поймет, что какой-то подвох, да? Будут все думать, что это именно этот аромат. Я вам клянусь, это он. Обалдеть. Да, вишневый аромат, да, здесь все ноты сохранены. Здесь вишня, здесь миндаль очень хорошо ощущается. Очень хорошо ваниль здесь ощущается. Алкогольность вот эта красивая в виде ликера. Да, это шикарно. Это реально, девочки, это очень красиво пахнет. Это прям Том Форд Лос Черри за 700, за 475 рублей 100 миллилитров. В симпатичном флаконе. Очень даже, посмотрите, хорошо. Я немножко в шоке, если честно. Дальше следующий парфюм, который мы с вами рассмотрим. Манго Скай. Ну, понятно, да, чем вдохновлялись. Манго Скин, знаменитым ароматом. Мне он очень понравился, но он жутко дорогой, да. Здесь вот такой объемчик, как бы скорее в сумочку, да. Ну, хотя, почему бы и нет, почему бы парфюмерную коллекцию большую не создать. Красивый манговый цвет. Стекло, такое тоненькое, изящное. Золотая крышка. Здесь тоже запаянный пульверизатор. И давайте посмотрим на цену. Цена 282 рубля. Пока вроде бы приятно, но боюсь что-то говорить заранее. Здесь тоже в слюде все было. Сочный, красивый, с кислинкой манго. Без ощущения спирта. Да. Очень похоже. Похоже, похоже на оригинал. Как хорошо. Тут даже ноты представлены. Смотрите, это манго, ежевика, черный перец, апельсин. В середине жасмин, лотос, корень ириса. В базе ваниль, розовая глазурь, пачули, красное вино. Да, все это есть. Все это очень приятно. Это очень красиво. Не чувствуется никакой химозности. Конечно, от первого аромата я просто в диком восторге, потому что я его обожаю. Этот тоже хороший. И если вы перейдете по ссылке в описании, то вы увидите вот в таком формате, да, и другие парфюмы. И их здесь прям очень много. И вы даже поймете, на какие ароматы это реплики. Следующий парфюм у нас называется Кайф Парфюм 051 Интергёрл. Парфюмерная вода для женщин. Объем 50 мл. Все здесь написано. И по-русски в том числе. Так, ароматы Франции написано. Вообще производители утверждают, что они качественное сырье закупают для того, чтобы произвести эти ароматы. И это не китайское производство. Здесь, смотрите, вот такой флакон. Он прозрачный. Здесь даже металлическая плашка. Крышка тоже в тонком-тонком металле. Серебряный здесь пульверизатор. Все запаяно. Смотрите, как хорошо. 673 рубля. Чуть подороже, да. Но здесь ноты очень красивые. Здесь груша. Здесь тубероза. Также, если вы перейдете по ссылке в описании, вы и другие тоже версии этого аромата найдете. Понятное дело, с другими нотами. Я по нотам выбирала. Верхние ноты груши и биркомод. Средние туберозы, цветок апельсина и жасмин. И в базе пачули, ваниль, абраксан и ветивер. Создано для оценителей Линтердит. Оде парфам Джованши. Да, да, да. Обожаю, обожаю этот аромат. У меня есть в оригинале, конечно же. О, реально Линтердит от Джованши. Тут уже есть незначительное отличие от оригинала. Ну, извините меня, за 673 рубля. Но это очень сильно похоже. Это прям, ну, те же самые ноты. Да. То есть, прям узнается, узнается этот аромат. Хорошее количество миллилитров. Красивый флакон. Да, это действительно Линтердит. Какой замечательный. Как же я люблю эту туберозу. И цветок апельсина в этом парфюме. Груши, пергамот. Жасмин мой любимый. Пачули, ваниль. Да, особенно, когда чуть-чуть подвыветрится, то это вообще Линтердит, Линтердит. Я, ну, честно, как бы в восторге. Потому что даже вот есть у меня знакомые, которым хочется, знаете, какой-то такой презентик сделать. Не на праздник, не на что, а вот просто хочется что-то такое. Даже вот можно на подарки заказывать, да. Ну, не на подарки, а вот в качестве просто, чтобы немножко порадовать. Следующий аромат у нас вот такой ванила. Смотрите, с какими мороженками. Это должно быть прям вкусненько, прям вкусняшечка. Вроде как для девочек, для девушек. Ну, мне захотелось. То есть, ну, для ребенка вы можете заказать. Ягодный аромат. 50 миллилитров. 325 рублей. Он должен быть ванильным. Поэтому я его и выбрала. Здесь тоже, смотрите, какой хорошенький флакончик. Простая беленькая крышечка. Поливилизатор здесь такой серебристый. С белым наконечником. Ой, какой хороший ванильный ароматик. Ну, да, это прям девчачий. Прям девочке маленькой надо подарить. Потому что он прям такой сладко-сладко ванильный. Прям очень кондитерский. Да, для ребенка будет прям огонь. За 325 рублей. Хорошо. То есть, до этого было что-то прям такое женственное, благородное, более дорогое по звучанию. А это прям для ребеночка. Следующий аромат у нас с клубничками. Называется клубничка. Кисми. 50 миллилитров. Смотрите, какая хорошенькая коробочка. Тоже вот что-то меня потянуло. Ну, что такое вкусненькое. Тоже для ребеночка, я так думаю. Да, для девочки. В таком же флаконе. С красной крышечкой. Клубничного цвета. Да, давайте послушаем его. Ой, ой, как вкусно. Ой, как хорошо. Ой, как много здесь клубники. 379 рублей. Вот такая прям ядрененькая клубничка. Мы все, ценители парфюмерии, знаем, что нет натуральной ноты клубники в парфюмерии. Да, ее всегда искусственно боссоздают. Здесь мы тоже понимаем, что клубника здесь как бы не натуральная. То есть она такая утрированная. Мы четко ощущаем, что это клубника, но при этом мы понимаем, что это, ну, что-то, что создали, чтобы мы чувствовали клубнику. То есть она такая как бы, ну, немножко искусственненькая, но яркая. Сочная, присо... Ох, надо прям совсем чуть-чуть и прям издалека такой стойкий очень аромат. Ну и последний парфюм у нас сегодня мужской. Мне прям очень сильно его советовали. 100 миллилитров. Бесткоин. Не биткоин, а бесткоин, да? Прикольно. Коробка симпатичная. Вот такой большущий флакон. Смотрите, здесь прям крышка-то, как у Версачи. Как у Версачи крышка-то. Так, давайте смотреть, что здесь. А, кстати, про клубничку. Там ноты есть. Сейчас посмотрим с вами. Сочные ягоды, сахарные клубники, нежная фиалка и сладкий цветок апельсина. То есть парфюмерная композиция везде. Есть еще такой манговый аромат. А в ваниле, сейчас я вам тоже скажу ноты. Здесь верхние ноты малина, ягоды и ананас. В средних взбитые сливки, мед, черная смородина, сливы и цветочные ноты. И в базе мороженое, ваниль, белый мускус. Да, ваниль как-то посложнее будет. А клубничка, она прям клубничка-клубничка. Ну и давайте к мужскому аромату. Перейдем, 430 рублей. Здесь большое количество нот. Лимон, апельсин, петит грейн, кардамон, ель, морские ноты на старте. Хочу я сделать вот так. О, хорошо. Слушайте, ну прям хорошо. Да, свежий лимон, красивый апельсин, петит грейн. Такой спокойный кардамон пряный, ель, морские ноты. Он прям мужской-мужской аромат и прям хороший. Прям такая, знаете, мужская классика. Дальше в середине у нас розмарин, ландыш, жасмин, роза, шалфей. Угу, вот розмарин. Здесь еще мужественность усиливает и шалфей. И в базе ветивер дубовый мох, розовое дерево, сандалы, мускус. Слушайте, прям звучит красиво. Опять же, не спиртом, не как-то не химозно, не дешево. Звучит прям хорошо. Особенно за 430 рублей. Еще и 100 миллилитров. Я прям, если честно, поражена. Я думала, будет все, ну, прям плохо за такие деньги. Итак, значит, мы сегодня рассмотрели с вами мужской аромат. Два детских аромата. Ну, они реально детские. То есть для девушек, для женщин я их не советую. Ребеночку побаловаться вот этой вкусняшечкой, да. И три аромата мы с вами женских рассмотрели. Таких уже сложненьких, дорогих по звучанию, да. Самое, конечно, крутое это вот Tom Ford. У них, кстати, есть различные вариации вот этого парфюма Tom Ford Lose Cherry по разным ценам. И я, наверное, в следующий раз, если это видео наберет хорошее количество просмотров, лайков и комментариев, я закажу побольше вариаций именно вот Tom Ford Lose Cherry. Потому что там, да, по разным ценам, в разных форматах, в разных флаконах. И мы с вами посмотрим. Там настолько же стоящее звучание, как и здесь. Ну, самое, конечно, классное. Это вот это. Это просто шедевр. Очень хороший линтертит. Хороший такой Mango Sky за 250 рублей. В общем, если вы искали прям, ну, совсем бюджетную парфюмерию, да, я вам очень советую попробовать. Даже можете вот заказать и послушать на пункте выдачи. Никто вас там не будет заставлять покупать. Но вот когда вот этот услышите, вы всё, вы без него домой не уйдёте. Всё, мои дорогие, на сегодня. Вот таким был сегодняшний обзор. Я прям приятно удивлена и поражена. У меня теперь есть, что кому подарить. И за небольшие деньги. И очень даже с прикольным звучанием. Все же хотят у себя Tom Fortless Cherry в коллекции иметь. Ну, вот покажите мне единицы вот эти, которые могут себе позволить его в оригинале. Всё, спасибо ещё раз большое за то, что посмотрели это видео. Ловите ссылки в описании. Оценивайте это видео лайком либо дизлайком. Пишите любые комментарии. Подписывайтесь на все мои каналы в соцсети. Ссылочки будут в описании также. И встретимся здесь с вами в моём следующем видео. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok